Ну что? Что? Я говорил, тебе у нас понравится. Изучаю материалы по итальянцам. Вот возьмём их, и я вернусь домой. Ну да, понимаю. Ну и... Что нашёл? Стиль не меняется. Каждый раз новая Феррари, самые мощные модели. Калифорния, 458-я. Честно говоря, не догнать их на ваших корытах. Ты считаешь? Ну конечно, будь с нами Даниэль и Эмильен, была бы другая история. Кто-кто? Даниэль и Эмильен. Кто такие? Подожди, подожди. Ты что, не знаешь Даниэля и Эмильена? Извини, но не знаю. Хорош, их даже в Париже уважают. Банда... Мерседесов. Не слыхала такой? Они грабили банки в 90-х. Ого! Я о том же. Даниэль и Эмильен. Их накрыли. Это были они. А потом еще были эти, как их, ну, три японцы. И этих накрыли. А потом были Дед Морозы и бельгийцы. И снова Даниэль и Эмильен. О, Эмильен крутой полицейский. Как у него котелок варил, даже я не поспевал. Да ну. А Даниэль, как он водил машину? Все, что хотел, делал с такси. Это вообще было не такси, это была ракета. Полит, торпеда. Пролетит мимо, не замечешь. Я расскажу, как у него было устроено. Одна приборная доска выезжала из бардачка. Что там было, не знаю. Кнопочки, еще кнопочки. Там рычажок. Тут тумблерочек. И такси поднималось над землей. Как трансформер. Ну, само собой, номера другие выезжали. Для полиции? Привет, ребята. Ты бы видел эту тачку, когда он стартовал в резинолитер на все стороны. Я понял. Что? Я все понял. Понял? Он обходил все радары, просто... И все радары падали, когда он ехал мимо. Он разгонялся больше 900 в час. Однажды он обогнал скоростной поезд. А им надо было срочно в столицу. Знаешь, как они добрались? По воздуху их сбросили с парашютом с военного самолета. Наверное, тесть Даниэля подогнала. И по воздуху, вот так, в такси летело. Я тебе клянусь. Сам не видел, но люди рассказывали. Он выдвинул крылья, потому что ему не хватило этого... Крылья, говоришь? Выдвинул крылья. Выдвинул, я тебе клянусь. Клянусь тебе, у него были крылья. Так, слушай сюда. Извини. Это такси. Да. Где оно сейчас? Я не знаю. Эмильян давно ушел из полиции. Даниэль живет в Майами. Даже не знаю. Может, найдем его, если спросим у племянника Даниэля. Только имею в виду, он, наверное, не родной племянник какой-то страны. Не похож на Даниэля. Я в напарнике его брать не собираюсь. Мне нужны его такси. Да-да. Надо отыскать такси. И на этом такси я поймаю итальянцев. Точно. Итальянцев, шотландцев, кого захочешь. Меня даже как-то отпустило. После твоих слов. Правда? Честное слово. Тогда и так скажу. Я думаю, что Эмильян и Даниэль – это прошлый век. Прошлый век как дедуктивный метод. Понимаешь? Все это давно забыто. Да, точно. Все забыто. Потому что настало время Трезора и Моро. Ну да. Звучит неплохо. Не знаю, как бы я один справился. Не волнуйся, ты не один. Я всегда буду рядом. Мы вместе. Да? Спасибо тебе за все. Не за что. Если бы не ты, я бы не знал, что делать. Это точно. Это правда. Но нас двое. Да. И мы двойная сила. А. И мы вдвоем неуязвимы. Совершенно. Что с нами случится? Ничего. Субтитры сделал DimaTorzok